Дорогие друзья, мы сейчас поговорим о методике изучения двух языков, чтобы вы поняли мою мысль. Все ссылки, о которых я говорю, это вообще видеосылка, чтобы собрать его с головы, они в описании видео. Итак, первое. Когда вы заходите на сайт spb-tut.ru, то вы найдете статью. Здесь я собрал материалы просто именно участников школы. Кому-то школа помогла поменять жизнь, кто-то устроился на работу, кто-то написал сайт. Здесь также даны советы. Теперь давайте перейдем к сути, чтобы вы понимали о сути обучения. Значит, обучение в школе стремительно меняется. Уже достигли результатов, что через пять месяцев я увидел людей, которые пишут на двух языках. Понятно, что если они будут развиваться дальше, то это будет уже круто. Вторая статья, которую надо обязательно почитать. Сейчас перейду к курсам, о чем я и хотел рассказать. Вторая статья, которую надо почитать. Это когда, сначала покажу, хоть ссылка есть. Когда вы переходите на сайт kotling.lang.spb-tut.ru, мы будем говорить сейчас о двух языках, почему это совершенно реально. Так вот, нажимаете, есть исповедь программиста. Я и внизу добавил ссылку на эту статью. То есть, воспринимайте на слух, будет, может, мелкий текст. Ребята, навряд ли новички сегодня задают вопрос о будущем. Вашем, именно вашем будущем и о перспективах. О востребованности вас, как программиста, через 5-10 лет. О том, чтобы усилия не были потрачены зря. Мне 45 лет. Я начал вообще знакомство с компьютером после 30. Поэтому, вот вам ответ на вопрос для тех, кто, а стоит ли изучать? Стоит. Можно у меня поучиться, не размениваться по мелочам. Я всегда занимаюсь делом. Так вот, эта статья дает вопросы на ответы. Почему надо изучать несколько языков? Как определить востребованность языка? То есть, почитайте. Писал вообще для участников школы. Хотя здесь мы начали изучать Python OOP. Поэтому ее я тоже размещу сейчас. То есть, я ее копирую и себе уже, чтобы вам добавить. И исповедь программиста, это важный момент тоже. Там все описал. Теперь смотрите. По курсам. Значит, при изучении Kotlin, разработчики Kotlin отталкиваются от Java. Я так не делаю. Их можно понять. Так как армия миллионы пишут на Java. И, конечно же, для разработчиков Kotlin, который сегодня официально включен в платформу Android, Android Studio, конечно, надо показать Java разработчикам, что это круто. И действительно, эффект ошеломительный. Эффект ошеломительный. Почему? Потому что... Потому что... Конечно, если посмотреть в Kotlin одна строка, в Java 40 строк. При этом Kotlin это просто следующий этап развития Java. Сколько он будет жить? Вот сколько будет жить Google, столько будет жить Kotlin. Грубо говоря, когда язык привязывается к платформе, а он привязан к платформе Android, привязан к платформе Android Studio, то есть является официальным языком, то, ребята, уж извините, ну, тут только слепой не видит. Потому что, как определить, какие языки долго живут, те, которые работают с платформой. В этом успех развития Java. Так вот. Обратите внимание. Такого я еще не видел, что прямо с нуля практически пишут Evernote написано на Kotlin. То есть сразу начали использовать крупные компании. Буквально язык выскочил за год на первые места. То есть вошел в востребованность. Хотя две тысячи языков для Kotlin это скачок. Почему это скачок? Ребят, да, ответ прост. Потому что это язык писали профессионалы, которые создали такие продукты, как идея, интеллиж-идея, да, по HR, Android Studio. То есть они собаку съели, собаку, слона, тигра, самолет, все, что хочешь, съели. Но это Kotlin, это шедевр. Вы знаете, ведь Java, Java, да, он самый востребованный язык. Но люди помешаны. Да, на нем люди пишут, потому что, допустим, программы вот такие, на нем классно писать, да, классно. Но при этом, если вы заметите, в программах постоянно они отправляют ошибки, да, особенно вот Android Studio. То есть это то, что имеет ограничение Java. То есть смотрите, в чем проблема Java. Java проблема в чем? В том, что на этапе компиляции ошибки нет, а на этапе выполнения ошибка появляется. Что это значит? Это, ну, вот пример простой для понимания. Отправил человек, нажал там ссылку, отдан, сервер завис, не пришли. Все, Java спекся. И Kotlin решил эту проблему. Теперь в Kotlin мы можем проверять, как в Python, то есть на этапе компиляции эту ошибку. Ребята, это же прорыв. Я лично до этого 8 лет себя не мог сдвинуть к Java, потому что думаю, ну, что я буду делать? Я буду 10 минут писать программу, потом 3 суток ее править. Ну, не, я так не согласен. Но когда вот этот момент, то есть 0 добавили в Kotlin, Kotlin начал практически проверяться, как язык с динамической типизацией. Кстати, он и делает весь код за нас. Ладно, отвлекся. Дело в другом. Обратите внимание, как построены курсы. Следующим образом. Вот мы переходим, допустим, к курсу. Переходим к курсу, да? Kotlin развивается очень спокойно. Прочитали все, что надо. Раз, посмотрели курс. Значит, обратите внимание, в курсе, как правило, есть основной курс урока, что нам надо увлечь. Но кроме этого, вы открыли, посмотрели курс, на этом работа только начинается, ребят. Есть доки, как правило, ссылка 1, ссылка 2. То есть, конкретно для того, чтобы вы могли переосмыслить, я пишу доки. Но это не та документация, как в официальных доках. По сути дела, это я пишу для себя, чтобы прежде чем создать курс, я пишу для себя, о чем написать, да? О чем я буду говорить. Ну и как раз и у вас подсказка. Здесь и ссылка на курс. Но кроме этого, я начал делать вот именно с ООП такую вещь, как карту. Карту. И здесь идет сравнение с Python. То есть, допустим, если на данный момент, на сегодня, и эту карту я постоянно добавляю от курса к курсу. Если на сегодня наша задача была изучить ключевое слово класс, изучить ключевое слово конструктор, да? То есть, разобрать настолько подробно, настолько глобально, чтобы раз и навсегда ответить. При этом важно, что не важно. Важно, не важно. То есть, скажу правильно. При этом я ставлю цель, что без разницы, кто за монитором, новичок или опытный пользователь. И тот, и тот должен понять раз и навсегда. Поэтому, кроме этого, ребят, подключаем сравнение. Это архиважный вопрос. Потому что мы говорим об изучении нескольких языков. Поэтому не зря я добавляю вот эти статьи, чтобы вы почитали. Зачем изучать языки? Не буду сейчас пересказывать. Почитайте. Вы можете это проигнорировать. Но вопрос в том, что пройдет, как у меня, 8 лет, и сегодня я каюсь. Если бы тогда, 8 лет назад, мне сказали, что делай так, то сегодня бы я покруче вещи, чем скайп мог бы код писать. Вот я хочу, чтобы у вас-то это было. Поэтому задайте правильные вопросы сегодня. И здесь, для того, чтобы откладывались два языка, то есть у нас рождалось настоящее будущее и будущее понимание, я делаю карту. Это не урок. Просто карта, грубо говоря, урок в курсе. Да, это подробное рассмотрение какой-то части материала. Далее, как мы говорили, есть, допустим, то, что нам надо сегодня изучить. И есть карта, которая просто будет включать все ООП. Для того, чтобы, если мы что-то подзабыли, могли быстренько пробежаться и понять, ага, вот это, вот это, вот это, вот это. И здесь у нас идет сравнение. То есть, смотрите, по сути дела, куда я направляю человека. Вот читаем. Конструктор. По сути дела, конструктор нужен для автоматической инициализации переменных. И это важно, потому что, допустим, в интернет достаточно много кода, но все они переписаны с официального сайта, и, допустим, новичку, да, вот надо конструктор, а новичок себе сидит и думает, а зачем этот конструктор? Ведь вопрос, пока человек не поймет зачем, он не будет понимать, зачем его использовать. И когда здесь я коротко отвечаю, когда мы в уроке посмотрели, и, смотрите, одна строка всего надо было. По сути, конструктор нужен для автоматической инициализации переменных. И если вы изучали курс Котлин, то слово инициализация для вас не будет незнакомым, потому что мы проходили. То есть, инициализация, то есть, видимость для языка. То есть, здесь я всегда думаю, ага, это мы проходили или нет. Теперь, я пишу, подчеркиваю, чтобы направить вас, и вы понимали различия в языках. Так, обратите внимание, в Python эту роль выполняют и нет, и сэльф, и даю ссылку на группу, где идет курс, вот конкретно делает задание человек, который пишет через 5 месяцев на двух языках. И здесь тоже я подхожу осознанно, то есть, я задаю вопросы, но если бы я не поставил тогда сэльф вопрос, вот он строчит код, да, и вижу, недопонимает. Но когда я ему, Сергея Сачи это, вытянул из нее все, все, говорю, ищи, что такое сэльф. Это клей. Без этого понимания просто дальше у вас не будет ввязаться Python OOP. Как только стало это понимание, пожалуйста, пожалуйста, буквально через пару секунд уже, уже, сейчас я покажу, если найду. Сейчас постараюсь найти. Это курс. Ага, вот, уже увидел толковый код, более профессиональный, да, чем предыдущий, где, вот, где использовались конкретно конструктор и нет и сэльф. Так это уровень нормального разработчика, да, заменим потом, там, уберем слова, чтобы, ну, извините, человек 5 месяцев, он уже вот это строчит. А что будет через года 2, ребят? Да, ребята, новички даже будут код смотреть и делать большие глаза. Если не остановится, будет профи. Так вот, поняли, понимаете, потиху мой замысел. Просто, ну, поняли, да? Грубо говоря, грубо говоря, идем дальше. То есть, а в группе, где мы были, я уже прямо в программу школы вложил и складываю себе в одну папку. То есть, эта группа рекомендуется. И здесь вот какой смысл. Для начала, вот вы совсем чайник, ну, совсем новичок. Для начала этот код вам будет непонятен, что надо сделать. И здесь есть конкретные рекомендации. Опять же, ребята, все продумано. Так, то есть, я вот конкретно указал. Дополнительно начните изучать практику Python. Обратите внимание, вот здесь, ребята, каждое слово продумано. Сейчас вы меня услышите. Когда мы в школе переписывались, вот Ситушкин Александр, есть такой ученик с Могилева, он написал правильно. Когда ты знаешь один язык, то у тебя появляется как бы осведомленность. Ты понимаешь, что в языке есть переменные, классы и там, и так далее, функции, методы и так далее, и так далее. Хотя функции и методы одно и то же. Так вот, закончу мысль. То есть, если вы совсем новичок, то вы проходите курс здесь. Вот как только дошли до функций, тогда смело можете переходить в группу. И уже будете делать вот эти вот задания. Здесь идет, если на Pro365.net рассказано простым языком, понимают дети 6 лет. Здесь практически идет техническое знакомство с языком. То в группе вы начинаете именно писать. Именно писать код. Потому что вот этот провал, наконец-то, исправлен. И, если честно, я же постоянно думаю, как улучшить обучение. Но здесь, к сожалению, я каждый день, я 8 лет, но оно меня нашло само. То есть, вот это вот вдохновение, как объяснять. И сегодня я могу сказать. Да, Бовсуновский может поставить на ноги эффективнее, чем другие школы. Как это получилось? Да очень просто. Во-первых, с 17-го года вот эти ссылки вы будете читать, начали присылать. Спасибо, Валерий Иванович. Меня взяли банк. Я переписал сайт. Я написал. Кто-то писал по моим курсам сайт сразу для медкомиссии. Вот были и такие люди. Где-то я показывал это проценка Александра. У него сейчас уже и своя студия, по-моему. То есть, он практически по урокам сразу делал сайт коммерческий для медкомиссии. Просто я показываю, да? Что это все реально, и реально люди пишут. Сегодня смотрю и по Джанго люди разбираются. Но мы говорим сегодня именно суть о двух языках. Так почему же стал возможен этот метод? Однажды я думал, ну как же эффективно? Как вот этот провал убрать? Когда человек вот изучил язык. Сначала, да, я давал Джанго. Но вижу, с пайтом все равно пробуксовка. Но нет понимания, как это понимание всунуть. А ответ был на поверхности. Все гениальное просто, ребята. Вот я вам говорю ответ. В чем заключается метод Валерия Бавсуновского? Значит, я себя спрашивал. Валер, а что ты делаешь, когда ты пишешь программу? Ну, я пишу функции, я пишу классы. А что ты делаешь, когда пишешь приложение на Джанго? Ну, я пишу функции, я пишу классы. Я думаю, боже мой, как просто. Почему бы ребятам не начать давать сразу и функции, и классы? И сейчас кто-то с новичков может воскликнуть. Так это же будет непонятно. Ребят, кому непонятно? А как же человек пишет на двух языках? Все зависит от преподавателя, от грамотной постановки. Вот поэтому постоянно добавляется, я и работаю над этим, чтобы улучшить и облегчить. То есть я вам объяснил. Смотрите. Просто мы говорим на основе сейчас этого. Когда все логически, когда вы прошли, дошли даже до функции. Кстати, на Джанго здесь тоже есть конкретная ссылка. Начинать Джанго здесь явно указано. Например, вот с этого места можно начинать Джанго. То есть минимум взяли классов и погнали. Так вот. Смотрите. И по сути дела вы начинаете изучать здесь. Не то немножко дал. А, вот. И даю ссылку «Практикуйтесь. Пайтон здесь». Чем это отличается? Да здесь просто я взял и с головы выдумал задачу про зоопарк. Вот которую начал описывать человек. Сергей Асачий. Да. И другие ребята пишут. Да, я тоже делаю. Но я больше стесняюсь, ребят. Ну не надо стесняться. Но вообще делайте как хотите. Я имею в виду занимайтесь в своем ритме. Просто вопрос в том, что идите по шагам. Мы рассматриваем основные вещи в ООП на практике. Как я говорю, я понимаю, что дать. Но далее, когда мы изучаем Котлин, ведь понятие классов одно и то же. И поэтому тут я, конечно, вас начинаю направлять. Так же. И здесь мы уже начинаем понимать уже на первых шагах отличия Пайтон и Котлин. Что происходит в данном случае? В данном случае мы полностью задействуем свой мозг. Когда наш мозг работает? Ребят, ну вспомните. На отличиях. Допустим, мы зашли с улицы домой. Да, тепло. Потрогали батарею. Теплая батарея. Мы все на отличиях. Было тепло, открыли дверь, подул там мороз на улице. Холодно. Отличие. Тепло, холодно. Все так. Поэтому, когда человек изучает только один язык, это идет затирание. И я это могу сказать на личном опыте. Так вот, в чем он заключается. Когда в 2009 году я никак не мог войти в язык, это было целых полтора года. Но я не понимал, ребята. Но я не понимал, ну как войти в язык? Ну изучая некие там типы. Какие-то типы. Изучая, думаю, а когда я буду программировать? Ну зачем мне эти все типы? Хотя человек объясняет, вот в языке. И тогда я сделал первый шаг, когда я изучил, я создал очень простой курс, где понимает человек. Потом также начал учить Жанго. В общем, собралось уже более 14 суток уроков. А вот сегодня уже решена проблема практического написания. То есть, как я говорил ранее, смысл такой. Мы рассматриваем примеры в пределах функции и классов. При этом в этих уроках мы настолько разобрали функцию, то есть, я шел по порядку, думаю, ага, надо поработать с аргументами. Задавал вопросы, и человек начал подставлять. Ага, вот я, допустим, здесь поставлю словарь для поиска, здесь, то есть, он начал уже соображать типами данных. Что я сделал? Я сделал всего лишь простую вещь. Если в большинстве случаев, когда человек изучает язык и выходит умный дядька, да я не ругаюсь на этих умных дядек, но выходит и начинает говорить техническим языком, бла-бла-бла-бла-бла-бла, сидит этот новичок, ушами хлопает и думает, боже мой, я никогда это не осилю. На самом деле, виноват то кто? Виноват преподаватель. Потому что ему, скорее всего, в голове он думает, а открытые у него помидоры на даче, ему абсолютно все равно. Мне не все равно, потому что я практикующий программист, которому также интересно развитие языка, как и вам. Вот в чем мое отличие. При этом, правильно, человек платит копейки, он и пожизненный доступ. Но есть еще вещи важнее. Когда мы начинаем работать в пределах функций, и дальше мы продолжаем изучать тот же Котлин в пределах функций. И это, опять же, если тут все по порядку, я располагаю, то по урокам кажется, что не совсем логично, но запутаться нельзя. Вот смотрите. Мы идем. Составление плана, да, прошли там. Сначала идет объявление переменных, работа с переменами, потом бас-функция. Ребят, конечно, если совсем новичок, то может быть чуть-чуть сложновато, хотя я рассказал настолько подробно, но я же говорю, люди с нуля, и они понимают. Но если человек начинает проходить, допустим, и курс Python, но здесь для шестилетних детей, он приобретает первый технический навык, что такое функция, и так далее, и так далее. Здесь он уже это воспринимает естественно. Но здесь... Где здесь? Где здесь? Валерий Иванович, где здесь? И здесь всего лишь он уже понимает, что функция – это маленькая программа. И единственный поменялся синтаксис. Но ведь в принципе ничего не понималось. Вот, вот оно чудо произошло. Произошло чудо, человек понимает и Python, и Kotlin уже пишет функции. Но есть более важное... Вот когда я, помните, говорил про 2009 год, а ведь когда я изучал Python, для меня, ну, функция и функция. Так вот, в том-то и дело, здесь и собака порылась. Если вы сейчас себе зададите вопрос, вы хотите быть профессионалом программирования? Одного языка мало. Хотя на Python можно написать все или практически все. Но, ребята, ведь функции бывают разные. Например, сегодня, когда я залез, не сегодня, а ранее, я залез в JavaScript, вы что думаете, я начал его там брать, студировать? Сначала я по лесу почитал, а что там есть функции? Это рабочая лошадка. И когда я прочитал фразу, что в JavaScript используются функции первого порядка, для меня сразу стало понятно, как писать. Но откуда эти знания? Только на различных языков. Если бы я эти знания начал задавать себе вопросы 8 лет назад, сегодня, ребята, я бы был намного дальше. Так вот, будьте вы намного дальше. И превзойдите в тысячи раз меня, как педагога вашего. Поняли? Так вот, смотрим функции. Далее, мы взяли функции, и в пределах функции мы работаем с важными параметрами. Допустим, я посчитал важным дать юнит, да, то есть, что будет делать функция, когда она пустая, да? Далее, экспресс-функции, далее уже начинаем подключать базовые типы. Но работаем мы с ними, ребята, в пределах функции. То есть, мы не, как правильно выразиться, у нас не происходит, как вот в большинстве заведений. сначала идет изучение языка, а потом только учимся программировать. Это неэффективно. У нас идет сразу обучение и программирование в одном. Почему? Когда мы работаем в пределах функции, мы уже пишем эти программы. программы. И это же мы будем делать, когда писать реальные программы. То есть, вот это, вот это, нам дает возможность, это нам дает возможность убрать этот этап. Но я сказал, когда мы изучаем и Python, и Kotlin, то пробелы взаимозатыкиваются. Просто-напросто у нас начинает на отличиях понимание. При этом перепутать сложно. Перепутать что-то сложно, потому что, допустим, Python, это, грубо говоря, слон, а Kotlin, это самолет. Но нельзя перепутать слова с слона с самолетом. Поэтому отложится и то, и иное. Но есть еще один момент. Важно, ребята, воспринимайте на слух. Изучив язык с динамической, статической типизацией, два разных языка, вы легко выучите любой язык, если он понадобится. А теперь, ребята, очень важный момент. Именно я говорил, почитайте статьи, там написано. А попробуйте, ведь новичок о чем думает? О том, о чем я думал в 2009 году. А какой язык изучать? Ребят, не о том вы думаете. Вы будете думать, как я, но через лет восемь. А мне бы хотелось, чтобы вы сегодня так думали. А неплохо бы. А давайте подумаем, как о рынке. Почему я выбрал Kotlin? Хотя перед этим сказал, что меня столкнуть с Java было очень сложно. Ребят, а давайте воспринимайте на слух. Вот смотрите. Python. На нем можно написать все или почти все. В умелых руках это мощнейший инструмент. Инстаграм берем. Серверная часть на Django, это Python. Мобильная на Java. А подумайте теперь о рынках. У вас есть рынок, вот обычный веб, обычный интернет, обычные программы. Это все перекрывает Python. У вас есть мобильный рынок. Вот это перекрывает Kotlin. А далее, подумайте, 10-15 лет вспоминаем программистов 70-х, которые сегодня остались на обочине. Вы хотите так? Нет. И я не хочу так. Поэтому надо изучать современные языки. Но тоже думаем, когда мы берем Python, который сегодня использует все больше вузов, то есть язык будет жить. Почему? Потому что удобен, потому что используется каждый день. Вот этот сайт, который вы видите, он вот сейчас использован в Python. То есть ежедневно. Машинное обучение, кроме Python, альтернативы я не вижу. Там все управляется с NumPy, написано на C. Работает мощно, быстро, классно, 400 библиотек, бац-бац и готово. Но мобильный рынок, нам надо еще что-то. А это что-то и есть Kotlin. Kotlin, вы знаете, что? При помощи Kotlin мы себе в оборот берем мобильный рынок. Сегодня, извините меня, игнорировать мобильный рынок, когда все, что бы ни происходило, рано или поздно превращается в мобильное приложение, это безрассудно. Ради мобильного рынка учить Java с его ограничениями, не, ребята, я не самоубийца. Вот если бы я хотел писать программу, вот как делает JetBrains, да, а не конкретно, у них направление. Вот эти программы. Я этим не хочу заниматься. Поэтому сам по себе Java мне был не нужен, потому что были его ограничения. Когда пришел Kotlin, как я говорил, это следующий этап развития Java, я сказал, да, это оно. Теперь мобильное приложение можно написать, теперь серверную часть на Kotlin можно написать, и теперь, ребята, открываем перспективы. Так хочешь, не хочешь, Java становится интересен и прост в понимании. Когда с Kotlin и Java сбоку, значит, мы можем использовать все возможности Java. Извините меня, Python, Kotlin, Java, JavaScript перекрывает на сегодня все возможности. Любое приложение. Для любителей острых ощущений и поспорить. Да нет, ребята, спорить я ни с кем не буду насчет C и плюсов. Да? Бесполезно. 8 лет, несколько лет назад я писал видео, видео, что человек, который изучает плюсы, он потеряет два года. И я могу сегодня, сегодня позиция моя не изменилась. Самое интересное, что я оказался прав. Сейчас докажу, почему. Я писал видео, но тогда мне казалось это правильным. Да? Но я как бы шел изнутри, из внутреннего понимания. Да? Бабам цветы, детям мороженое. Какой изучать? C++, я по-своему называю, или Python. Я выбрал Python. А сегодня я могу сказать уверенно. Почитайте блок Google. Google сегодня пишет, мы сегодня сделали Go, Go, язык, да, например, чтобы убрать всю путаницу, плюсы и все прочее. Почему? Да по одной простой причине, потому что поддерживать на десяти языках невозможно. И Google все заменяет. Куда уходят плюсы и си? Правильно, в свою нишу. То есть, для чего язык разработан? Первое, для разработки библиотек, для разработки других языков. А вот вы сидите передо мной, новичок, я вас спрашиваю, вы еще не программируете. Уважаемый, уважаемая, ты что, собрался в библиотеку сейчас писать или язык? Если нет, то извини меня, эти языки, как плюсы или си, должен изучать человек, который четко понимает зачем, и у него есть на это цель. Вот, то есть, опытный программист. Вот, станете опытным программистом, потом подумаете, а напишу-ка я библиотеку, и тогда скажете, да, возможно си, но извините меня, я это сделаю уже тогда на Котлин, и он будет работать быстро. Но все равно, если же вы сегодня думаете о вопросе, я хочу писать, вот я ваши мысли говорю, только которые ваши вопросы проговариваю, вы хотите писать приложение для людей, чтобы радовать и зарабатывать деньги, вы хотите писать сервисы, так я же вам сказал, языки, Python, Kotlin, JavaScript, начните с Python, Kotlin, Java, у вас и так будет потом со стороны, вы в нем разберетесь, в школе человек начал Kotlin, Ситушкин уже пишет программу на Java, при этом код Kotlin автоматом перегоняется в Java, Java наоборот, то есть, извините, единственная разница, на Kotlin мы сразу выражаем мысль, ребят, ну, залез немножко не в ту степь, как говорится, но пришла идея рассказать, сейчас это не обучение, а эмоциональное видео, но здесь вы мою мысль уловили, то есть, я начал делать еще карту, вы меня услышали, надеюсь, спасибо вам, ребята, за доверие, спасибо, ребята, которые не поленились, да, я знал, мне писали зачастую, ой, спасибо, Валерий, много писем, но с 17-го года начало происходить что-то совершенно другое, это совершенно другой уровень, вот я здесь описал, когда пишет парень, тот же с Москвы Галанин, был во школе, потом самостоятельно изучил Джанго, взяли в банк работу, то есть, он написал не сразу, 8 месяцев нравится, и человек пишет, что 2 года назад, ребята, услышите, я разносил, продавал телефон, и сегодня я программист банки, в чьих это руках? В ваших, что еще нужно? Правильно, самое сложное, это первые шаги, ввести в язык, и у меня это, ребята, получается классно, это я умею делать, когда человек вошел в язык, и понимает, дальше все, пошел двигаться сам, так вот, задача школы, то какая? Дать знания, чтобы человек мог двигаться сам, куда поплывет его корабль, то есть, в мире программирования, он даже сам сегодня может не представлять, разве думал я даже 2 года назад о Котлин? Не думал, но сегодня я понял, пришел блокчейн, пришел блокчейн, у меня пришла идея, а, это значит, начал разрабатывать смартфон с блокчейн, значит, надо срочно изучать эту вещь, а теперь по блокчейну, давайте расскажу, что вы думаете, вот, будем изучать блокчейн, вот у человека взял и изучил блокчейн, нет, ребята, не все так просто, да, можно взять язык солидность, от эфириума, и на нем все, большинство платформ сделано, а мобильную морду, на солидности вы не напишите, он только идет процесс блокчейн, значит, надо либо Котлин, либо другой язык, а серверную часть, подождите, тоже надо думать, но у нас здесь, да, проще способа, когда команда берет, делает Джанго, извините меня, это настолько мощный фреймворк, поэтому его и взял Инстаграм, на Инстаграме весь мир, и взяли да накидали себе серверную часть, то есть все сборное, в зависимости от задачи, сегодня ребята, без серверной части, вы программист, никому не будете нужны, самый, самый простой способ, понять серверную часть, это изучить Джанго, там все сделано с иголочки, вот так, и вы чувствуете, я не знаю, чувствуете ли вы, но я точно знаю, что вы будете многопрофильными программистами, это моя цель, и сегодня я говорю, да, правильное направление я взял 8 лет назад, но если б тогда я знал, что надо готовить из себя многопрофильного программиста, те основы, которые сегодня я вкладываю новичков, то, конечно же, мне приятно, когда, как я показывал, новичок пишет код, который пишет, а ведь это нету 5 месяцев, чтобы вот так писать, и это сам, нечего, я придумал задание с головы, и другие ребята пишут, и форумы обсуждают, спасибо вам за доверие, что я хотел сказать, я сказал, в общем, я хотел, чтобы вы услышали, что ребята, все у вас получится, будьте в школе, задавайте вопросы, вы знаете, что, кто-то может скажет, это реклама, а тогда скажите, сходите на курсы, я показывал, сколько стоят курсы, уже показывал своим, около 800 долларов за 3 месяца, и что вы думаете, там будет преподаватель, распинаться как Бавсуновский, да нет уж, извините, не будет, 3 месяца проучитесь, ничего не имею, а потом извини друг, здесь пожизненный доступ, я видел людей в школе, которые говорят, человек, вот год назад купил, тогда был ребенок, только родился, были другие заботы, сейчас пришел учиться, кто-то приходит, Валерий Иванович, Дима, забыл фамилию, вот был, начал, забросил, через год появляется, зря забросил, вопрос в том, знаете, какую цель я ставлю на самом деле, чтобы человек не ушел с языка вообще, я знаю, что он вернется, спасибо вам, все ссылки в описании,